Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На Бытхе в преддверии Нового года пройдет субботник, а пока здесь вовсю заняты благоустройства. Соблюдаешь правила – получаешь подарок от школьника. В Сочи стартовала операция «Внимание, дети!». В плавках и без мешков с подарками. Но все равно весело. В Сочи прошел заплыв Дедов Морозов. Сочинские тяжелоатлеты стали лучшими в крае. Воспитанники первой спортшколы привезли медали с Кубка и Первенство края. Четыре года работы и 15 тысяч человек на стройке. На Крымском мосту запустили железнодорожное движение. Старт пассажирским поездам накануне дал президент России. Также Владимир Путин обсудил планы реконструкции автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Краснодарского края с министром транспорта России Евгением Дитрихом и губернатором Вениамином Кондратьевым. В частности, речь зашла об участке дороги от Геленджика до Джубги, а также трассе, которая пройдет в обход Новороссийска. Там идет работа расширяется. А здесь, конечно, стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья. Это очень дорого. Мы сделали вариант поэтапного выполнения этих работ. Около 2-3 километров от побережья отодвинуть автомобильную дорогу. Это, с одной стороны, не уведет далеко сильно в горы, не удорожает стоимость работы. С другой стороны, мы сделаем параллельную скоростную трассу. В Геленджике остаются где-то за лет. Где-то до 5-4 миллионов человек. 4,5 миллионов. Знаете почему? Потому что по этой дороге, по Геленджике, а до Сочи, очень трудно. Доехать можно, но это трудно. Здесь серпантин. Восемь с половиной часов к отправлению. Да, конечно, с удовольствием мы поехали в Сочи. И для Сочи это было бы хорошо. Загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантинам. Надо, конечно, все прибережные государства в Европе, они рано или поздно отодвинуть железную дорогу и автомобильную от побережья. Во-первых, побережье освободится сразу. Это будет другая история и большая территория развития. И ехать безопаснее, быстрее, надежнее. Есть, Владимир Владимирович, есть ясна задача. Конечно, у нас загрузка сущая бы поменялась. Если можно обратиться к министру транспорта по Новороссийску. Если мы делаем, так называемый, заезд в Новороссийск, большегрузов, то мы и, получается, у нас объездная Новороссийска, как мы ее называем, то Геленджик-Анапа, дорога становится практически беспрепятственной. Потому что остановится зато сегодня в Новороссийске. Потому что порт работает активно. Он работает днем и ночью. Естественно, и большегрузы идут за днем и ночью. И, конечно, они полностью сегодня останавливают Новороссийск. Если, конечно, то в этом случае Геленджик и Анапа, то уже будет хорошая магистраль. А если еще при вашей поддержке будет Геленджик в Сочи, то это будет путешествие от Сочи до Крымского моста. Просто путешествие. Сейчас сколько там? Часов пять, наверное, занимает? Сейчас вот этот участок, он занимает порядка 8,5 часов. Вот этот участок, ну, наверное, тоже около 6-7 часов. А в летний период они стоят? Можем сделать прямую дорогу 3 часа 25 минут. А если учитывать, что в Геленджик можно приехать только самолетом, либо автотранспортом? Значит, надо посчитать. Она не окупаемая будет. Будет будет. Мы про там сплошные тоннели и виадуки, но все равно будет окупаемая. В Сочи сегодня тушили природный пожар на площади 100 квадратных метров. ЧП произошло на улице 20-й горнострелковой дивизии. В лесу загорелась трава. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, заявка диспетчеру 01 поступила в 13.05. К месту были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и южного регионального спасотряда МЧС. В течение часа пламя было потушено. Ну а утром в Сочи столкнулись грузовик и газель. Авария произошла в поселке Вардане в половине восьмого. Водитель грузовика по непонятным пока причинам на скорости врезался в ехавшую впереди газель. От сильного удара обе машины опрокинулись. С различными травмами госпитализированы водители и пассажир газели, а также 53-летний водитель грузовика. Его зажало в кабине. Пришлось вызывать спасателей. Выяснением обстоятельств аварии сейчас занимаются правоохранители. Ну и в Сочи стартовала операция «Внимание, дети». Ее цель – предупреждение аварии с участием малолетних пешеходов. Ученики сочинских школ подготовили подарки и обращения к водителям с просьбами быть внимательными за рулем. Свои поделки они передали полицейским. Взамен получили от инспекторов свето-возвращающие элементы на одежду и рюкзаки. После этого экипажи ДПС отправились на работу. Законопослушным водителям вручали подарок от школьников и напоминали уже от себя правила безопасного вождения. В частности, правила использования детских кресел. Также инспекторы рекомендовали в дни школьных каникул быть предельно внимательными при движении во дворах многоквартирных домов. Урок по безопасности дорожного движения провел в 13-й школе депутат городского собрания Сочи Владимир Тарасян. Задача народного избранника – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит из-за их необдуманных действий. Как не допустить роста аварий с участием школьников? Этим вопросом озадачился председатель Совета молодых депутатов при городском собрании Сочи, он же координатор городского проекта «Безопасные дороги». Обучение правилам дорожного движения должно быть частью учебно-воспитательной работы школы, считает Владимир Тарасян. При этом важнейшим условием должна быть регулярность занятий. А наряду с традиционными уроками необходимо проводить и необычные занятия. Одно из таких в школе номер 13 прошло сегодня. Депутат вместе с представителями общественной организации «Молодая гвардия Единой России» провел урок игру по ПДД. Именно с этого возраста уже надо начинать наших детишек обучать этому. Это у нас первый такой открытый урок. Мы будем проводить целый цикл мероприятий. Один из них проходил буквально недавно на площади «Флага». Сегодня конкретно мы расскажем о том, как надо правильно переходить дорогу, на что обращать внимание. Кроме этого, мы приготовили вот такие вот элементы световозвращающие. Мы покажем, куда их надо закреплять, чтобы в вечернее время, в темное время суток водители автотранспортных средств тоже видели, что вот дети проходят. Потому что это забота нас, старших, чтобы обезопасить наших детей. По пути в школу дети становятся активными участниками дорожного движения. А закон улиц и дорог строгий. Он не прощает ошибок. И если пешеход идет, как ему вздумается, а не соблюдая правил, то непременно жди беды. Чтобы уверенно переходить улицу, нужно знать правила. А их ученикам третьих классов 13-й школы сегодня напоминали в рамках игры «Внимательный пешеход». Мы достаточно плотно сотрудничаем с молодыми депутатами. Они частые гости в нашей школе. Мы всегда их рады видеть, тем более с таким вопросом, как профилактика дорожного движения. Владимир Тарасян, он приходит к нам достаточно часто. Не всегда по вопросам профилактики. У нас был он по вопросу лидерства. И он учил, например, старшеклассников, как стать лидером. Кто такой депутат, чем он занимается. Ребятам очень понравилось это занятие. Да, они его до сих пор вспоминают. И мы всегда рады его видеть в нашей школе. Урок ребята усвоили. На вопросы отвечали на перебой. А значит, и самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни им уже не составит труда. Это очень интересно было, увлекательно. И мы вспомнили правила дорожного движения. Ну, я не знала, например, то, что надо для начала притормозить, а не останавливаться на дороге. Вот. И то, что пешеход должен именно за свою жизнь отвечать. Мы узнали сегодня на уроке про дорожное движение, где можно приходить дорогу, а где нет. Я не знала, что самое опасное – это зима. Ну, теперь я знаю. Когда есть пешеходный переход, тогда ты должен сначала остановиться, посмотреть налево и направо, и только потом, если нет машин, пойти. А если нету зебры, тогда лучше пройти до ближайшей. И нельзя в телефон смотреть, когда ты переходишь по пешеходному переходу или по тротуару. Нельзя в телефон смотреть. Если лед, то надо аккуратно проходить, потому что в любой момент из-за угла может выехать машина. А если ты будешь бежать, ты просто поскользнешься, и она тебя переедет. Когда я иду на зебру, я останавливаюсь, посмотрю, вдруг меня кто-нибудь пропускает. Если пропускают, то я смотрю за другой машиной, есть ли машина едет или нет. Водители мне всегда уступали. Это светотражатель. Чтобы когда мы ночью будем, мы будем светиться, чтобы нас водители видели. Нельзя переходить на красный свет. Могут тебя задавить, или машина может выскочить из угла. А я буду соблюдать эти правила дорожного движения, буду переходить по зебре, как правильно надо, переходить по зеленому свету. Но если их не соблюдать, то может тебя машина сбить. Я узнала, что если не смотреть на дорогу, то может выскочить машина и сбить тебя. Во-первых, нельзя на красный свет переходить дорогу. Нельзя отвлекаться, когда ты переходишь дорогу. Можно только переходить на зебре и на зеленом цвете. Мне этот урок очень сильно понравился, он очень был интересным. Расширить кругозор детей в области правил дорожного движения и закрепить знания. Вот основные задачи проекта «Безопасные дороги», куратором которого стал депутат городского собрания Владимир Тарасян. Поэтому пропагандировать правила дорожного движения народный избранник планирует во всех школах Сочи. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 25 декабря в Сочи облачная температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне тоже облачно возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 12-14 градусов выше нуля. Почти 1300 предметов вернули владельцам в этом году сотрудники Северокавказской железной дороги. Для этого на вокзалах действует специальный сервис поиска забытых вещей. Около 1000 предметов были обнаружены только в депо, куда поезд уходит после высадки всех пассажиров. Часть заявок отзывается пассажирами в связи с тем, что они находят вещи самостоятельно. По данным железнодорожников, чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, банковские карты, электронные устройства, часы, документы, ювелирные изделия и книги. Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру нужно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте РЖД. В анкете необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется описать забытую вещь и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После подачи заявки пассажиру предлагают найти свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки. Жители микрорайона Бытха в преддверии Нового года проведут субботник. Так, сочинцы решили подготовиться к встрече 2020-го. А вопросы благоустройства здесь решают народные избранники. Что уже сделано и что предстоит сегодня с общественниками Бытхи, обсудил депутат городского собрания Сочи Аганес Чепнян. Новый сквер – это сердце Бытхи, говорят местные жители. Здесь были с мечты и взрослых, и детей. Пожилым – лавочки с видом на город, молодежи, детская и спортивная площадки. Но это далеко не единственное благоустроенное место в микрорайоне. Депутат городского собрания по избирательному округу номер 6 Аганес Чепнян помогает горожанам решать все житейские проблемы. К примеру, сегодня, несмотря на приближение новогодних праздников, на Бытхи ведутся ремонтные работы. Обновляют плитку настенную, тротуарную. К слову, по проезжей части здесь ходить не приходится. А еще строят поручни, красят ограждения. Нам в этом очень помогает Аган Меликович. Это вот наше общее детище. Наше общее детище мы здесь убираем, садим все саженцы, все вместе. И держим территорию в порядке. Большое спасибо, конечно, за поддержку нашей администрации. Хостинская администрация, Павел Павлович Клопотовский тоже приходит, участие принимает. Очень много сделано за последнее время. В этом принимают участие, конечно, наши депутаты. В основном это Аганес Меликович, Чепнян, Родион Игорь Целюник. Ну и администрация наша, они принимают участие в асфальтировании дорог от общества инвалидов, туда спуск. И сейчас это тоже благоустраивается. Там было просто невозможно ходить. Сделана вот лестница была такая плохая, вот к поликлинике туда идти. Сейчас она отремонтирована. Там, собственно, вот тут по Девноморской поликлинике. Очень хорошая дорога, где храм стоит. Там тоже все прекрасно. Так что, собственно, работа идет. Район стал, ну, на порядок благоустроения, на чище. Масса всевозможных тротуаров выложены. Значит, подпорные стены делаются. Раньше и освещение было какое-то слабенькое, а сейчас и освещение хорошее. Прекраснейший сквер построили. Благодаря администрации города, депутатам. Депутат Чепнян первым отзывается на нужды своих избирателей. Крупные работы сейчас организовал сам, а перед Новым годом примет участие в совместном субботнике. Мы выполняем поручения наших избирателей. Хочу сказать, что очень много сделано, еще делаем. Но это совместная работа и наших депутатов, и администрации города, и района, и наши ТОСы, и наши общественники, конечно. У нас очень красивый микрорайон. Мы хотим, чтобы он был еще лучше. По сложившейся традиции Новый год жители Бытхи отметят вместе. Депутат, как обычно, организует праздник в сердце микрорайона – Новом сквере. Инга Габеши, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А вот артисты сочинского цирка устроили праздник уже сегодня. Отметили Новый год заплывом. В стороне не остались и сочинцы. Ну лучше подержи, деда. Дедуля, снимай. Предновогодний заплыв артисты решили провести на набережной в районе цирка. К мероприятию готовились две недели. Все-таки привычнее выходить на манеж, а не на зимний пляж. Тем более море холодное и неспокойное. Мы, конечно, без особой подготовки. Но наши артисты решились на это и сделать вот этот такой заплыв Деда Мороза. Причем никто не знает. У нас даже коверный. И самое главное, наш сам Дед Мороз, он тоже поплывет. В такую своеобразную погоду мы будем заплывать первый раз. Но весь большая группа спасателей, я думаю, ничего не угрожает нашей жизни. К экстриму цирковым не привыкать, да и желающих посмотреть. Такое уникальное представление собралось немало. Были и те, кто решил присоединиться к заплыву. Мегурочки и дедушки, за мной, за мной! Повернитесь сюда! Море теплое, можно купаться. Рекомендую всем! Я еще раз! Повторно окунуться с Дедом Морозом решила и Татьяна Пожиткова. Впервые в Зимнем море она искупалась полтора года назад. Я вообще круглый год купаюсь. Поэтому такая возможность окунуться перед Новым годом, да еще и в общей компании, я не могла упустить. Вот прям с работы и сюда. Можете приглашать в Сыск, надо? Спасибо! Класс вообще! Это просто феерическое впечатление! Вообще огонь! Да, и мне тоже понравилось. Я прямо нырял, нырял, видите, и... Сухим из воды вышел. Надо вообще сделать это постоянно. Это было прикольно! Несмотря на то, что шторм, вода довольно теплая. Очень круто! Ну, это и всем за колясы присоединяйтесь! Ну, а после заплыва артисты цирка устроили для сочинцев мини-представление. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 28 декабря Парк науки и искусства «Сириус» закроет свой третий концертный сезон. Точкой станет концерт трех именитых исполнителей. Для жителей и гостей Сочи выступят виолончелист Сергей Ралдугин, скрипач Павел Милюков и пианист Мирослав Култышев в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. За дирижерским пультом Антон Лупченко и Йоханнес Пел. В следующем году весь музыкальный мир будет отмечать 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена. И декабрьский концерт будет приурочен к этому событию. В первом отделении прозвучит тройной концерт Бетховена. Не менее интересно и второе. В нем будут представлены произведения композиторов 20 и 21 века. Симфония номер один классическая Сергея Прокофьева и симфония номер девять Линдская Антона Лупченко. Обе симфонии – русский поклон венским классикам. Сочинские тяжелоатлеты стали лучшими в крае. Воспитанники первой спортшколы привезли две медали высшей пробы и серебро с Кубка и первенства Краснодарского края. Соревнования завершились, но борьба со штангой главным соперником тяжелоатлетов продолжается. Впереди спортсменов ждут более серьезные старты. Турниры, прошедшие с 11 по 15 декабря в Краснодаре, были отборочными на первенство России среди юношей до 20 лет и среди взрослых на Кубок России. У нас отобрались два спортсмена на первенство России и два спортсмена на Кубок России. Это очень хороший показатель, не только для города, но и для нашего зала особенно, потому что очень много народов в первый раз попадает на первенство на чемпионат России. Соответственно, мы ждем высоких результатов. Соперники всегда у нас присутствуют серьезные. Самое основное, что соперник – это штанга, снаряд, поскольку мы все-таки готовимся не на крае с кем-то бороться. У нас нет конкурентов в Краснодарском крае. У нас спортсмены лидеры своей категории. Мы ориентируемся на российский помост. Один из лидеров – Елена Качаева. Она неоднократная вице-чемпионка Кубка и чемпионатов России. На прошедших краевых стартах взяла золото. Равных в ее категории 81 килограмм в нашем регионе нет. Выступили достойно. Результат подняли, который планировали. Все хорошо. На крае мы проходочку сделали. 85-100. Не стали сильно гнать лошадей, чтобы пощадить себя на Россию, потому что уже Россия будет в феврале. По краю соперников нет. Можно сказать, я сильнейшая в крае. Соперников нет. У нас мы ориентируемся на Россию. На Россию, я думаю, будут соперники достойные и будет интересная борьба. В предстоящий турнир Кубок России шанс для Елены попасть на домашний чемпионат Европы, который пройдет в Москве в следующем году. Последний раз такой турнир наша страна принимала в 2011-м. Серебро на краевом чемпионате взяла Марина Манец. Ее весовая категория до 55 килограммов. Соперники были достойные. Подняла в рывке 55 килограмм. В толчке удалось поднять только 68. На самом деле результатом не до конца довольна. Буду работать и готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут уже в следующем году, в апреле. И надеюсь, улучшить свои результаты и приблизиться к нормативу мастера спорта. Руки активно участвуют. Под руководством заслуженного тренера России Валерия Луканина на окраевых стартах среди юношей отличились Андрей Суслов в категории 102 килограмма и Никита Ведерников в 67 килограммов. Он стал первым в своей возрастной категории. Соревнования прошли хорошо достаточно. Вес поднял в рывке 97, в толчке 120. Сумму собрал хорошую, больше, чем на предыдущих соревнованиях. Но все равно есть к чему стремиться, добиваться. Сейчас цели стоят – это мастера поднять. Сейчас он уже почти наполовину выполнен. Я отобрался на Россию. Пока мастера не поднимаю. Когда буду поднимать, то обязательно хочу отобраться на Россию, выступить, в тройку поднять и на мастера поднять. Сейчас юноши активно готовятся к первенству России. Турнир пройдет в середине января и времени на подготовку остается мало. Поэтому спортсмены все время проводят в зале, чтобы достойно представить Краснодарский край. Кстати, сейчас в первой спортшколе стартовал набор детей в секцию тяжелой атлетики. В Сочи съели титулованных бойцов. Но ничего страшного в этом нет. Торты с портретами чемпионов стали подарком для победителей детских соревнований по вольной борьбе. Новогодний турнир провели для воспитанников детско-юношеской спортшколы номер 10. В нем приняли участие 120 юных спортсменов. Для большинства из них это первые соревнования. Поэтому в спортшколе решили провести их по всем правилам. И судейство, и организации. Стимулом бороться на все 100 для ребят стало появление в зале олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, членов национальной сборной по спортивной борьбе. Это Рашид Садулаев, Магомед Курбаналиев, Даурен Куруглиев и Магомед Нуров. Они не только поприветствовали участников, но и вручили заслуженные награды победителям. Это дает большой толчок в спорте. Говорят, если месяцами кто тренируется или одно тренирование сделал, это сравнивается с одному. Это очень показательно для ребят тем, что они на примере живых легенд учат и тренируются. И ставят себе задачи на будущее. Сюрпризом для юных спортсменов стали сладкие призы. На каждом торте портрет прославленного борца. Также грамотами спортивной федерации были отмечены лучшие по итогам года тренеры. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radisk на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях, в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.